Вот так вот. Намного более конечно живым. Что это за говно стекает? Пускай стекает. Намного более стал живым мир. Красивее конечно все стало. Продуманнее, так чтоб током не трахнуло. Так. А так вообще аналогии конечно же прослеживаются. Оооо. Мать твою, а. Что они с тобой сделали? Эй, вы. Не бей меня. А я что, тебя бить собирался? Это какая-то фигня в нее внедрилась. Отключим ее нахер. Она ни хера не в порядке. Твою мать. Но это надо было сделать. Это капец просто. Трубки из нее торчат. Нет, это негоже. Сейчас погодите. Сейчас все включим. Немножко дизастера здесь устрою. Диды борьбы, да? Ну давай, давай, давай. Иди сюда, сука. Куда я его дел? Ничего себе. Я только что огнетушитель сквозь стену телепортировал. Вот это здорово. А ну еще раз давай. Давай еще раз. Я хочу это повторить. Ну давай, давай. Опа. Давай ты что сделал? Я хочу этот баг повторить. Ну. Опа. Нет. Это неповторимый баг. Ну ладно. Хер с тобой. Так, давайте глянем, что здесь такое. Питание стабильное. Основные системы включено. Включено. Все включено. Что я могу здесь делать? Я здесь сделать не могу ничего. Женщина, а вы себя плохо чувствуете, да? Прям под фонарем легла. И что дальше? Может вырубить то все дело надо как-то? Но я никак это сделать не могу. Странно. Зачем мне тогда показывать это, если я не могу это сделать? Рубика фонаричек. Давай побегаем. Может теперь что-то изменилось? тут. Давай присаживайся. Интересно, а фонарик здесь садится или нет? Вроде нет. Так, что я могу сделать здесь? Не открывается совсем, да? Жаль. Тут не работает. Опа. Питание отключено. Включи питание, конечно. А как-то я в первый раз этого не заметил. Я ж тут был. Ох, что-то мне не нравится этот землетряс. Ну, понятное дело. Это тот самый шаттл, который мне говорили? Паттес-2. Затапливаемый шлюз. Набор для ремонта. Дуплексный насос. Универсальный очиститель. Набор вентилей. Прокладки. Ударный гаечный ключ. Универсальные трубки. И что? Набор для ремонта таков, да? В принципе... Ух, автоматические двери. Ладно, давайте-ка что-нибудь здесь сделаем. Вот так вот. Шаттл J6. Активировать шаттл J6. Режим готовности. Давай. А чего? Алё, я хочу ехать. Ехать хочу. Его типа нужно отремонтировать, да? Или что? Оу. Оба-на. Видали? Хера себе. А теперь... Понеслась. Давай. Что не происходит? Что с дела, а? Я тут уже все нажал. Что такое? Что тебе надо? Что тебе надо от меня? Ремонтный набор нужен, что ли, какой-то? А, сесть в кресло надо. Ну, извиняй, блин. Я думал, так. Поедем. Эпсилон не могу. В лямбу. Точно. Мне нужно в лямбу. Подтвердите пункт назначения лямбда. Подтверждаю. Отправляемся. Кто мог бы подумать, что надо всего лишь сесть? А я все стоя сделал. Нормально. Сейчас мы будем полчаса ехать, рассматривать разные достопримечательности. Нет? Мы телек посмотрим. Добро пожаловать на ПАТОС-2. Вашу дорогу к звездам. То, что началось в 60-е годы, как проект по бурению превратилась в базу для космической пушки Омега. Самого доступа в... в общем, в космос. Наше уникальное расположение в Атлантическом океане. Рассместили здесь гигантскую троллевали-пушку, блин. Позволяет безопасно запускать снаряды без риска повреждения. Короче. Станция разделена на несколько площадок. На ней трудится разнообразная команда инженеров и ученых. Вместе они способны производить, собирать и запускать самые совершенные в мире космические корабли. Кроме наших основных операций на ПАТОС-2, также проводятся многочисленные исследовательские проекты в области океанологии. В том числе по гидропонике, турбулентности и прочей херней. Сейчас мы покидаем станцию Эпсилон и отправляемся на Лямбду. Станция Лямбда это транспортировочный узел ПАТОС-2 и его пристань. Откуда идут поезда по всем другим станциям? В общем, все понятно. Это мне, в принципе, ни о чем не говорить. А достопримечательности будут или это закрытый тоннель? Чего? Что? 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 Внимание, помехи на путях. В смысле помехи? Алло! Убирайте помехи. Кажется, я головой пробил лобовое стекло. Это такое бывает, когда не смотришь и не держишься за руль, блин. В принципе, тут руля нет, поэтому... Плевать! Я даже не пристегнулся. Ну, здорово. Это я башкой разбил, да? Давай-ка я заберу свою вот эту штуку. А что я на карачках-то? Чего я на карачках? Встань. Конечно, забери. Это мое. Естественно, я не доехал. Конечно. А я так понимаю, вышибать лобовое стекло надо, да? Это я записал? Нет? Ладно, будем считать, что запомнил. О! Аварийный выход. Окей. Это они мудро придумали. Молодцы. Что-то мне не нравятся эти помехи. Хлебну... Хлебнешь воды, а? Оп! Зачерпни, ну зачерпни ты. Ну давай, 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 давай! А, сучонок. Не хочет. О, это мой любимый огнетушитель. Сейчас мы будем что-то с ним делать. Пэм, пэм, пэм. Что такое? Мне кто-то звонит, что ли? Входящий звонок. Саймон? Саймон, вы там? Да, я тут. Кэтрин, это вы? Я уже был в пути. Но поезд... Он сломался, блин, к чертям. Вы в порядке? Система говорит, что секция перекрыта из-за возможного проблем. Нет, я в порядке. Что же случилось с этим миром? Почему мы в воде? О, да, вы совсем с толку сбиты. Слушайте, об этом пока не волнуйтесь. Я понимаю, вы в замешательстве, но лямбда уже скоро. Так что... Как близко? Пешком дойду? Да, тоннель заблокирован. Чтобы уберечь постройку от обрушения, вам надо найти в своей секции технический люк. Он поможет вам так. Технический люк, без проблем. Что это? Что здесь происходит? Откуда я знаю? Мне пора до скорой встречи сами. Там у нее что-то происходит, а не казалось бы... Кэтрин? Ты в порядке? Алло, Кэтрин. В порядке вообще? Мне кажется, что у нее там такая же лажа, как и у той девчины, которую я отключил буквально несколько минут назад. И она может оказаться роботом. Это технический люк? Похоже на него. Погодите. Сейчас я гляну, что здесь такое. Я так и не разобрался, что эти хреновины дают мне. Вот этот вот плюсик, это что значит? Мне что-то не хватает или наоборот что-то много. Только не надо же... Оуу, вены пошли по глазам. А, вот так вот, да? Делаем ноги, делаем ноги, конечно же. Делаем, делаем, делаем ноги. Знаете, что самое интересное? Я хотел посмотреть, будет ли там сохранение или нет, когда я суну туда руку. И так увлекся процессом, как он вот эту вот руку, да, всовывает, потом вынимает все дела. И забыл посмотреть. Здорово, правда? Я такой. Так, ну ладно, давай чирканем здесь. Давай. Приложи. Росту разрешен, отлично. Ты чё, с лестницы выйдешь, что ли? Ну вот опять. 25. По морю, по дну будем шастать. У тебя не заканчивается кислород? Нет? А этот люк кто откроет? По башке как треснет. Я всё понимаю, доступ разрешён. Дальше что? Вот так вот, да? Ой, аж глаз зачесался, заболел, засвербел. Хорошо. Ползём, ползём. Кто тут у нас есть? А меня найдёт мой маленький робот, который мне двери тогда выпилил? Я бы хотел с ним снова встретиться. Я же лямбу найду? А ты океан, конечно. Не, ну океан-то океаном, но здесь столько ориентиров. По которым, собственно, я и иду. То заблудиться сложно, разве что если я буду уходить от них вот таким макаром. Ну нет, вроде всё нормально. Там ничего нету. Хорошо, что его кормить не надо, а то я вот тоже по привычке собирался моллюсков собрать. Блюдечек там всех. В общем, ничего здесь нету. Пошли дальше. Хватит заниматься фигнёй. Устал, устал, я знаю. Главное, ни на кого не нарваться, правильно? Что это могло бы значить? Какого хрена эти фиговины здесь находятся? Я, конечно, понимаю, что теоретически они только для того, чтобы я на них поглазел и не потерялся. Кстати, очень напоминает биошок. Прям вот очень. Вот это всё дно морское, все дела. Хотя там меня в основном не пугали, а убивали. Да, не стоит, да? Но я понял. Да сделали, наверное, для того, чтобы я не думал, что мир уж больно слишком тесный. И никуда нельзя. 350 метров. Хорошо, я уже почти у цели, значит. Серьёзно, а мы будем собирать морскую капусту? Вон она какая здесь красиво растёт. Это какая-то подводная лодка. А как мне туда зайти? Лямбада. Лямбада в руинах. Ну, здорово. Что ты делаешь? Опа! Пришёл, называется, не туда, куда надо. Я убегаю, всё. Отвалил. Голова у него раскалывается. Короче, это тоже как бы человек. Правильно? Верю. Стопай! Я тебя слышу. Хватит прятаться. Ты меня не слышишь, что ты брешь. Хватит меня на фонду брать. А-а-а. Вот я где. На части тебя порву? Ни хера себе. Вот эти заявки мне вообще не нравятся. Он, конечно, медленный, поэтому я его особо-то не боюсь, но... Но как-то свалить надо. Только здесь говна всякая-то летает. Плавает, точнее. Так, ну... Опять не туда я пришёл, конечно. Надо было сюда идти. Что тут у нас пишут-то? Лямбда. А здесь, наверное, люк закрыт, да? А ну, открывайся. Не, открытый. А ну, подожди, я тут гляну ещё. Вот здесь вот закрытым, что ли? Мне действительно интересно. И тут открыто, ничё си. Что я могу здесь сделать вообще? Оба, на загрузочка. Ошибка требуется... энцефала чип. Ничё си. Конечно, заберу. Энцефала чипов никаких у нас нет. Буцефала чип. Ладно, пошлите-ка, наверное, сюда. Ничего, я хер не изуматься. Это, наверное, Лямбда, да. Где Кэтрин? Давай, Кэтрин. О, всё хорошо. Да, Ваненька, здесь мы находимся под водой. Я имею в виду люди. Что ж такое? Глаз болит и болит. Ай-яй-яй. Это совсем нехорошо. Ай. Ладно, ничего страшного. Так, так. Кэтрин, ты где? Отзовись. Ого. Такой толщины здесь стекло. Нихера себе. На кой же мы глубине находимся-то, а? О, кассочка. А ну, одевай. Давай, я сейчас поймаю головой. Оп. Давай, ловил. Ну, ну, ну. Кто так ловит? Кто так ловит вообще? Кто такое? Оба-на. Ты не подходи. Это важно. Нет. В смысле? Мне ее надо спасти. Ай-яй-яй. Где ты? Где ты, Кэтрин? Оу, тише. Не смотри на него. Я постараюсь. Он, сука, меня находит. Падла. Я стараюсь не смотреть. Ай-яй-яй. Так как мне на него не смотреть? На подонка, на такого. Так, Кэтрин, налег. Где ты есть? Да? Я вот так вот смылся этого. Серьезно? Сами, вот здесь. Да ладно? Так и знал. На тебе, фу, противное. Пошла вверх. Да я понял. Закройте двери, пока он не зашел. Сейчас мы что-нибудь здесь поколдуем. Он с этой материнской платой что-то сделает. А может и нет. Ладно, давай поговори со мной. Нет, только не вы. Я так надеялся, что вы человек. А вы не смотрите на электронику, я бы была человеком. В голове не укладывается. Все просто бред какой-то. Я сдаюсь, ничего не осталось. Успокойтесь, еще не конец света. Точно? А вообще-то похоже. Я так понимаю, что только я и остался. Вы о чем? Я тут прямо. Вы поймите правильно, я хотел сказать, из людей один остался. Вы сами-то себя видели? Вы ходячий, говорящий, водолазный костюм с электронной... Что? А вы не хотите об этом думать? А пора бы начать. Не хочу я больше ничего делать. Не хочу я так жить. Я хочу уйти. Пока вы не наделали тут дел, можете мне помочь? Как? С чем? Я пытался выяснить, что происходит с моим проектом, когда этот амбал меня расфигачил. Проект? Да кому нужны проекты, если знаешь, что глупый робот? Так, спокойно. Я хочу, чтобы вы меня починили. Чтобы я снова могла работать. Потом можете дуться сколько хотите. Да по... Вы же шутят, да? Раньше я себе машину времени соберу, чем... Раньше я машину времени соберу, чем вам помогу. Мне нужен доступ к компьютеру. Так, это у вас... Да. Да, открывашка. Открывашка дверей. А он как раз подойдет. Ставьте его в терминал. Ладно, как скажешь. Как скажешь, жестянка. Лямбда. Когда инструмент загрузится, ставьте в него мой мозг. Что это за чип? Это будет очевидно. Я его отъехал для вас. Он наружу... Он наружу. Выйдите, берите его и вставляйте инструмент, но все же больше ничего не нужно. Хорошо, давай. Ладно, как скажешь. Добро пожаловать, Элмирон. Открывайте, где тут чипы? Умни инструмент готов? Подберите микросхему и вставьте его в умни инструмент. Вот это оно. Катерин? И оно. Катерин, а я вот прощелкал. Где твоя микросхема? У тебя в башке где-то? Ага, вот она. Давай. Вставляй. Ууу, какие у нас херовины. Найден пользовательский энцефала чипа. Помощница Джейн отключается. И ем туда почти все. Странное чувство. Я в инструменте? Спасибо. Так, а что у вас за проект? Мой проект? Я сохранила всех людей на станции в виде образцов мозга и поместила их в искусственный мир. Мы собирались запустить его в космос, чтобы спасти. Ну вот, от этого всего. Вы говорите, что собирались запустить в космос компьютерный мир, населенный людьми? Да, матрицу якобы. Сначала это был просто особый проект, но когда упала комета, все стало серьезнее. А потом дошло и до того, что ему дали официальное название Ковчег. А что, логично? А далеко вы продвинулись? Не знаю. Вот это моя версия. Ну, я... Это из-за очень раннего сканирования. Живая Кэтерин вполне могла уже закончить проект и запустить его. Она еще даже может быть жива. Странная мысль. Знаете, говорящие роботы, это тоже вы сканировали? Возможно, но я сомневаюсь. В таком случае они были бы разумнее. А вот сами... Мне удалось установить часть данных с резервного сервера. И что? Оу. Вы можете сделать мне одолжение зайти в другую комнату и посмотреть? В таком состоянии я файлы проверить не могу. Мне нужно знать, что Ковчег в безопасности. Да ладно, Кэт. Спасибо, я открою вам дверь. А я могу забрать? Нет? Пока нет. Что вы там говорили? Вы из Торонто? Да, я пришел на томографию. А потом раз, и уже здесь. Ничего не понятно. Как зачем сюда кто-то перенес образец из Торонто? Это еще что? А если я вам скажу, что я из 2015-го? Ого. Где эта бычара здесь ходила? И в какую комнату мне надо, кстати, Кэтрин? Ты могла бы быть немножечко более специфичнее в твоих изречениях. Кто-то здесь обкакался, кажись. Или Энурез. Ну, это такое. Какой мониторчик? Что-то не понимает. Ничего не понимаю. Что вы видели? Простите, все пытаюсь понять, как вы... Да я сам пытаюсь понять. Я бы хотел узнать, кто придумал ты всю херню. Да ты что? А где он? Где он? Оно. Это. Ничего, сейчас прорвемся с боем. Куда нам вообще надо прорваться, кстати, я бы знал. Знать хотел. Ну, вот, допустим, сюда. Ой, нет, это умывашка. Давай сделаем так. Короче, чем дальше в лес, тем хуже. А что случилось? Существо было каким-то слишком властным. Да, оно буквально взорвалось электромагнитным излучением. Это для нас плохо, как минимум неудобно. Сильно нарушают восприятие. Вот такая херня, да? Хорошо, давай полазим здесь. Это что? Это ничего. И это тоже. Как-то что-то здесь пустовато. Здесь белые огнетушители. По-другому принципу работают, что ли? Просто посмотрите компьютер. Да, посмотрите что-то, что ли. Просто посмотрите в компьютер. Сейчас, погоди, посмотрю. Погоди, погоди. Пойщу тут про ковчег, что-нибудь. Что это за челнок? Ладно, давай. Восстановление данных ковчег. Окей. Ну, я прям хакер. Вообще, оп, и все, и все сделал. Опрос мнения. Собеседование 1. Играть. Вас интересует ковчег? Я сначала не видела смысла, а потом подумала, почему бы и нет. Верно? Да. Ну, если мы можем сохранить хотя бы частичку себя, почему бы не попробовать? Значит, вы одобряете? Я думаю, этот проект для нас очень важен. Как-то она уклончиво отвечает. Ничего не понятно из тебя. Давай ты. Что вы думаете о ковчеге? Отличная идея. Наконец-то у нас будет занятие, верно? В Матрицу захотел, да? Верите ли вы в вероятность проекта? В то, что ковчег достигнет космоса? Определенно, шансы есть. Вы уже решили главную проблему, как всех нас тут собрать. Теперь нам остается только построить эту штуку и надеяться, что ФИ еще работает. Что за ФИ? Отличная идея заставляет переосмыслить саму природу человека. Почему вы так думаете? Я убежден, что под внешней оболочкой есть что-то гораздо более ценное. Душа типа, да? Вы дали нам платформу, которая не ограничена рамками обычной цифровой техники, а дает нам возможность состоящего выживания. Я искренне верю, что мы можем продолжить свою жизнь, обеспечив непрерывность. В общем, ясно. Ковчег среда. Это внутри ковчега? Да, ранние варианты виртуального мира. По виду, куда уютничаем здесь. Ну да. Прикольно вообще. Круть. Прям утопия чертежей ковчега. Серьезно? Блин, да что ж такое с глазами-то? Точнее с одним. Это обычный черный ящик, что ли? Ну да, сделаем вид, что я все понял. Я разобрался, я мега-инженер. Все, я все понял. Классификация опрос В3. Здравствуйте. Если вы читаете это сообщение, вы приняты в проект Ковчег. Цель данного опроса помочь разработчикам лучше понять ваше субъективное восприятие и получить возможность сделать ваше участие в проекте лучше. Просим вас перейти непосредственно к опросу. Как вы бы описали свое физическое состояние? Я чувствую воодушевление, я стал лучше. Я чувствую отстранение так, как временно занимает чужое тело. Я чувствую себя неестественно, не настоящим человеком. Да нет. Хотя, блин, в водолазном костюме я, наверное, не настоящий человек. Наверное. Да, блин, что такое, а? Ох, как бы вы описали свое психическое состояние? Нормально, чувствую сдвиг, будто бы разум отделился от тела. Я чувствую в себе изменения, мой характер стал другим. Я чувствую утрату, я больше не существую. Да нормально я все чувствую, что ты паришь мне? Все нормально. Как бы вы описали свои ощущения? Нормально, как я ждал. Мне кажется, что мое восприятие окружающего мира обострилось. Я чувствую, они менее, мои чувства притупились. У меня исчезло одно из ощущений или даже больше. По-моему, наоборот. Давай. Как бы вы описали свое отношение к своему новому состоянию? Оно мне нравится, оно мне не нравится, что в нем не так. Что-то я не могу успокоиться, мне все кажется искусственно. Я в депрессии, не могу отделаться от чувства, что все кругом не настоящее. Ну вот это вот скорее. Беспокоит ли вас факт, что вы больше не являетесь человеком строгом? В смысле слова. Немного, кажется, я иногда не смогу найти себя. Да, я тяжело переживаю трат в своей прошлой жизни. Ну, немного на самом деле. Я скорее сейчас ровняю, потому что я был в Торонто и все дела. Как вы воспринимаете свое новое существование? Как новую главу в моей жизни, как будто мне удалось родиться заново. Как нечто совершенно иное, никак не связанное с моей предыдущей личностью. Вот так вот. Как вы думаете, будет ли эта новая жизнь полноценна и достойна того, чтобы ее прожить? Да, но смысла в ней будет меньше. Точно. Вот это мне прям понравилось. Верно ли, что вы бы скорее предпочли выйти из проекта и принять смерть? Нет. Нет, нет. А то еще убьют сейчас прям. Ваши ответы сохранены. Благодарим вас за участие. Команда проекта Ковчег. Ковчег отслеживания. Так. Да, я нашел там. Что? Это умно. Интересно, что я не придумал. Оно еще работает? Мне нужно знать, в каком он состоянии. Кажется, да. По крайней мере, что-то делает. Где он? Подождите, я пытаюсь его найти. Хоть бы он был в безопасности. Серьезно? Ковчег находится в пределах этого сектора. На земле, да? Выберите сектор для сканирования. Почти, типа? Мы движемся в правильном направлении? Не в правильном. А вот здесь точно в правильном. Нет. А вот здесь? Да! Отлично. Ну, давай. Эпсилон. Лямбда. Наверное, в лямбде. Нет. Тета. Тета и дельта. Между тетой и между дельтой. А ну-ка. Нет. Вот здесь, значит, где-то? Нет. Я отдаляюсь. О, а. Да почему? Где ты находишься, а? Здесь, что ли, где-то? Тау? Да. Ничего себе. А я все кружу, 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 кружу. Ха! Ну, все, уже меньше. Давай здесь. Хорошо. А если здесь? Нет. А тогда здесь. Куда далее? Ну и? Мы же почти нашли его, да? Я нашел. Он на станции Таба. О, нет. Она на земле. И так близко к Фи. У них почти получилось. Черт, так он в состоянии, он долго не протянет. Максимум лет 20. Маловато для создания будущего, да? Если мы туда доберемся, сможем попасть в ковчег? Да, наверное, но я сейчас не очень транспортабельно. И что мне сделать с тобой тогда? Я вас отнесу. Я могу двигаться, прыгать, плавать. Ну, вроде как... А вы сейчас в этом ключе, в умней инструменте. Я вас туда принесу, вы мне скажете, что делать. Звучит очень рискованно. Да и не хотелось бы мне, чтобы вы меня носили. Бросьте, Кэтрин. Вы же этого хотели. Это ваша фамилия. Финальная миссия. Давайте запустим ковчег. Нам нужно будет найти способ спуститься в бездну. На подъемнике нельзя. Наверное, придется идти на Тету и молиться, чтобы Дельта работала. Ладно, идем на Тету. Я знаю, там будет мне близкий. Кэтрин, вы оглянитесь, что нам еще осталось? Действительно. Видели снаружи затонувшую капсулу. На ней можно добраться. Правда? Она вроде как не совсем разбита. Даже светилась немного. Ну, ладно, давайте тогда посмотрим. Сейчас я отсюда вылезу. Не забудьте меня забрать. Да-да-да, я заберу, конечно. Можно ли инструмент вынимать? Стоп-стоп-стоп. Ладно. Можно, только не забудьте потом опять. Хорошо, да. Гуд лак. Спасибо. Спасибо за гуд лак. Только гуд лак в карман не положишь. Тут ничего, да? Здесь тупичок. Этот придурок вышел, что ли? На охоту? Вроде нет. Что происходит? Что это за звуки дебильные? Ладно, сваливаем отсюда, сматываем. Удочки. Давай. Так. Хорошо. Молодец. Молодцом просто. Затапливай обратно меня. Что-то пузырится оно. Как там пузыри идут? Как там пузыри идут, когда еще вода не поднялась? Ну, такое. Что за дергание, блин? Я не понял. Все же было хорошо. Все было нормально. Так. Ну, давай на шаттлик на этот. Нет, никто не спалит, нет? Что за свечение такое? Какой-то робот. Ладно, давайте на шаттлик. Поставим ее. Что она мне скажет? Ну. Давай. А что это? Спасательная капсула? Юрия номер 4. Угу. Эй, Симон, вы меня слышали великолепно? Вы можете запустить минутку? Сейчас попробую. Так, ну хорошо. Я буду ее управлять, или ты сама? У нас автопилот? Ой. Ты меня только не убей. Простите, не выйдет. Вот, блин. Попытка не пытка? Это капсула с Кьюрия, с корабля, который выходил между Лямбдой и Лиссабоном. Кажется, рядом с... Там, снувший корабль. Вроде как хороший план. Я сохраню охранную информацию, обновлю Омни-инструмент. Вот, теперь все, можно забрать. Окей. Давай. О, посмотрите, он даже не плотно закрылся. Конечно, как мы всплывем? Как мы всплывем? Посмотрите на эти щели. Кошмар. Ладно. Пошли нам туда, наверное. Тут мы уже все сделали. Надо, короче, чтобы не бегать по два раза, надо сразу идти туда, куда надо. Тогда не будем бегать по 10 раз. В общем, мы по этой посадочной полосе найдем сейчас корабль, да? Я правильно понимаю? Что за рывки, я не могу понять. Какого хера? Так. Что такое? Ох ты, падла! Все, я убегаю, я убегаю. Ты чего? Не трожь меня. Кучара. А как же мне его обойти-то? Давай попробуй сюда. Это что за шланги такие охренительные? Просто нереального размера шланги. Ну что такое? Давай! Зараза, а? Может, не сюда? Нет. Наверное, все-таки туда. Надо просто как-то пройти этого мужика. Только как? А он за мной вообще тогда не погнался, вроде как. Алло, ты где? Оба-на! Как вас тут не расплющило на такой глубине. Крепкие вы, ребята. Хотя на какой мы глубине-то непонятно же все-таки. Но. Ага. Понятно, короче, эти просторы, они немножечко подвисают. Во, давай. Открывай, я сказал. Во. Открылись. Вот и здорово. Сейчас разберемся здесь со всем. Да. Кораблик-то давно лежит уже. Прямо очень даже давно. Так. Заходим, заходим, заползаем. Даже я бы сказал. А здесь ты как-то подтянешься? Мужик. Нет? Ладно, не подтянешься. Нам сюда, значит. Идем, идем. Ползем, ползем. Интересно на самом деле. Полазить по затонувшему подводному кораблю, это всегда круто. Ну и что, выходим? Да? Да. Что такое? Я ударился, что ли? Так, так, так. Где? А-а-а, вон там, да? Да я не смотрю, все, я помню. Я помню, я помню эту фишечку. Смотреть на него нельзя, да? И растворился. Ну и фиг бы с ним. Что ты хочешь от меня, мне тебе не надо, да? Так. Опа. Чувствую, надо будет немножечко поубавить графику, потому что на этих больших пространствах будет вот такая вот лажа. Так, ну что же. Что же, что же, что же. Где же, где же, где же, где же, где же эти рожи, блин? Что за музыка пошла? Нет. Что за трубы? Что за гудение? Так. Все, 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 я убегаю, я же сваливаю уже, ты что? Мне вот сюда, я правильно понял? Я даже не знаю, где он был. Понятия не имею. Вроде сюда. Сползай. Ну, нормально. Управились. Эта дверь не открывается совсем. Это, соответственно, тоже. Нет, открывается. Хотя лампочка не горела. А что у нас там? А у нас там, собственно, и ничего, и нету. С другой стороны, можно опроводить туда, но я не вижу смысла. Давайте сюда. Раз сюда можно, то, значит, сюда. Кажется, мы нашли правильный путь. Конечно, открывай. Дверку. Эй, 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 не закрывайся. Че она сама? Вот она так быстро закрылась, а? Нифига себе. Ну и что же, нас тут, в принципе, сохранило. Все, мы пришли. Найдем целую спасательную капсулу. В общем, нас тут сохранило, и на этом мы будем завершать ту серию. Ой, тут все плавает. Прикольно. Это они прикольно придумали. Молодцы. Зачет. Отлично, да. На этом серия подошла к своему финалу, но... Но впереди нас ждет только все самое-самое интересное и самые свежие новости из мира подводного будущего. А вот как-то так. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. И... Бабай!